Одним из главных вопросов мирового соглашения Киркорова и Яблокова остается один. Почему режиссер так резко решил простить поп-короля? Ответ на него в зале суда и не только пытался найти наш корреспондент Николай Мастеров. Он, конечно, соратник Киркорова, но другом или врагом его не назовешь. Андрей Малахов просто был одним из первых, кто разговаривал с поп-королем после случившегося. Видел слезы, уверен в их искренности. Тебе ведущий также один из немногих, кто видел видеозапись избиения режиссера Яблоковой. Я видел пленку, и вам хочу сказать, что то, что Аня вела себя крайне неокорректно, и те высказывания, которые она себе позволила в отношении Филиппа Киркорова, это мягкое нецензурное выражение, обижающее его, скажем так, применять такую лекцию. Но конфликт урегулирован, а скандали скоро забудут. Марина Яблокова простила Филиппа Киркорова. Неожиданно, ведь еще неделю назад принципиально настаивала на его наказание. Госпожа Яблокова, наверное, потребовала какую-то сумму, я думаю, что, скорее всего, это, безусловно, деньги. Вопрос только, сколько стоит пощечина в исполнении Филиппа Киркорова. В прессе до сих пор говорят о каких-то 10 миллионах рублей. Но официальной информации, а были ли деньги, нет ни от участников конфликта, ни от их адвокатов. Молчали даже после суда. Пленка или деньги сломали принципиальность режиссера, будет известно через несколько дней. Другой вопрос, спасет ли это Киркорова от репутации зазвездившегося дебошира? Но то, что его не разлюбят поклонницы, это точно. По крайней мере, эти девушки не один день провели на морозе с лозунгами в поддержку своего кумира. Николай Мастеров. Специально для Восьмого канала. Продолжение следует...